Сухой матч Следующим соперником сине-белых станет Лискинский локомотив Продолжим футбольную тему, накануне в Ливнах презентовали первоклассное футбольное поле с искусственным покрытием Губернатор Вадим Потомский участвовал в открытии спортивного объекта Это первое футбольное поле с искусственным покрытием в Ливнах Горожане уверены, физкультурно-оздоровительный комплекс теперь станет в разы популярнее Помогли построить это поле ливенцы, ливенские предприятия, ливгидромаш, ливнонасосы И ряд других предприятий, которые здесь живут и созидают, которые создают рабочие места Главным событием праздника стал матч между командами Олимп и Ливны Поле само мягкое и на нем лучше играть, чем на обычном В Орле набирает популярность новый вид экстремального спорта, имя которому вейкбординг Спорт сочетает в себе элементы воднолыжного, слалома и прыжков А совсем недавно в областной столице впервые начинающие экстремалы провели любительские соревнования С учетом того, что у нас достаточно спортивный город, есть и сноуборд, и лыжи, и много всего А мы подумали, что людям это понравится, так и получилось Не было ни одного человека, которого мы не поставили бы на доску То есть все люди с желанием, и желание делает свое дело А спецподготовка физическая какая бы то ни была особо не нужна Сейчас различают два вида экстремального спорта Вейкборд-катер и кабельный вейкбординг В первом варианте спортсмен едет за катером, держась за фал, выполнив трюки с помощью бегущей волны и трамплинов В кабельном вейкбординге движение спортсмена по воде происходит с помощью канатно-буксировочной установки Вейкбординг его можно с двух ракурсов расценить Первый ракурс это просто отдых и просто фановое катание по воде просто кататься А уже более серьезная его профессиональная и экстремальная составляющая Да, это уже трюки, трамплины, которые мало чем отличаются от сноуборда, от скейтборда То есть в принципе все вещи похожи, элементы сальто, бэкроллы, грэбы, все присутствует, все конечно оценивается К слову об оценке, соревнования были любительскими и оценивались субъективно Жюри следила за катанием около 15 участников, те в свою очередь были в разных группах, новички, любители и профессионалы Внимание уделялось чисто езде без падения и потере фала Второй критерий оценки исполнения трюков Орловские вольники на ковре борются за губернаторские награды В пятницу, 8 сентября, стартовал турнир по вольной борьбе Около 300 спортсменов разыграют 36 комплектов наград В спортивном центре ТМК «Грин» собрались вольники из регионов СФО, Москвы и Московской области Схватки идут во всех возрастных категориях Состязания борцов расстанутся на два дня 9 сентября официальное закрытие и подведение итогов На этом у меня все новости, желаю вам хороших выходных Редактор субтитров А.Семкин